Сегодня вы услышите три удивительные истории. Каждая из них по-своему интересная, обидная и нелепая. Но главное, что их объединяет, это то, что потери у владельцев этих машин исчисляются миллионами рублей. История первая произошла не в России, но с нашим с вами соотечественником. Машина до сих пор находится в Германии. Там же она встанет на продажу в самые ближайшие дни. И со съемкой мне очень помог мой коллега Денис Рэм. Огромное ему спасибо. И как всегда, я вам приготовила парочку прекраснейших устройств для розыгрыша. Смотрите видео до конца, находите 25 кадры и пишите правильные тайм-коды в комментариях. А также не забудьте поставить лайк, ведь в конкурсе участвуют только те, у кого в понравившихся есть это видео. Спасибо. Эта история просто фантастическая. По своей удивительности она, пожалуй, лидер всех сегодняшних историй. Состоятельный русский человек в 2009 году купил Bentley Azura, официального дилера в Германии. После чего покупки, это был 2009 год, я автомобиль перегнал в Испанию, в Барселону, где там у меня недвижимость. Летом приезжали, там семьей отдыхали, уезжали. После чего на протяжении многих лет машина радовала. Ну, радовала исключительно на коротких поездках, потому что в Испании бывали не так уж часто. И машину эксплуатировали там, ну, буквально, буквально какие-то разы. За годы пробег был совсем небольшим. В 2017 году ему позвонил человек, который занимается управлением его испанской недвижимостью и сказал о том, что из гаража пропала Bentley. Через неделю примерно прилетел в Испанию, поехал в полицию, написал заявление по факту об угоне, после чего в этот же день я поехал к официальному дилеру, который, я на протяжении там 9 лет, у которого я обслуживался. Ну, соответственно, поскольку всего лишь три машины таких на всю Испанию, и сам мне дилер это сказал, и причем все три хозяина русских. То есть, как бы, меня знали, там, ну, меня, мою семью знали. Я приезжаю, говорю, ребят, вот такая-то неприятная история случилась, ну, как бы, объявите мой ВИН, код там, или как, там, в угон, ну, в черный список, как у вас это делается? Они говорят, да, не вопрос, как бы, придают мне там адрес, e-mail, говорят, присылайте копию заявления с полиции, мы отправим на завод, ну, как бы, завод уже оповестит всех дилеров. Я отправил это все письмо, ну, все уже, как говорится, прошло много времени, оплакали, оплакали эти машины, все забыли. Она не была за страховку? Нет, не была за страховку, поскольку делали страховку только на момент приезда. После чего было написано заявление в полицию, было сообщено представительство Бентли по Европе, и также было доведено до сведения дилера, где обслуживалась машина, что автомобиль отныне в угоне. Страховки на автомобиль в тот момент не было. Семья, как я уже говорила, приезжала в Испанию совсем не часто, и страховку делали лишь на то время, когда на машине реально ездили. Ну, все, как бы, забыли о машине, живем дальше. Значит, мне сообщают, мой адвокат в Испании звонит мне, говорит, что с ним связали, что автомобиль, ну, нашли. Я говорю, как нашли? Ну, говорит, в Германии найден ваш автомобиль. Я говорю, ну, отлично, все хорошо, супер. Берите свои документы, подтверждающие то, что вы владельцы данного автомобиля, приезжайте, будем как бы вести следствие. Оказалось, что эту машину приехали ставить на учет. Представляете себе? Ставить на учет. Заметьте, машина была на российских номерах, то есть она была таможена под Россию. Человек заплатил 17 тысяч евро на то, чтобы растаможить ее обратно под Германию, после чего приехал ставиться на учет. Нам очень сильно повезло, что купили машину в Германии, в Бентли Берлине, и у меня все платежки были. Я, когда покупал автомобиль, я по безналу деньги проводил банкомским переводом, то есть все документы у меня подтверждающие были. Для полиции было все прозрачно, чисто, что я законный собственник автомобиля. Они мне спустя две недели позвонили, приезжайте, забирайте свой автомобиль, все документы готовы. И совершенно случайно, что не свойственно для немецких регистрационных органов, обнаружили, что автомобиль в данный момент в Интерполе, в розыске. То есть там в Германии немножко проще, там не ГАИ выдает номера, а там фирмы выдает, то есть частники выдают. И мне просто сказали, очень вам еще повезло, что человек вышел, то есть у них даже по практике ВИН номер не пробивается. То есть, ну, как бы на поток, все на доверие. То есть у них, у немцев, получается, если ты покупаешь машину, ставишь ее на себя, ты несешь ответ. То есть, ну, немножко психология другая. А мне вот следователь сказал в Германии, он говорит, вам очень повезло, то, что человек, который забивал, то есть это не сотрудник полиции, да, это сотрудник компании, говорит, забивал ваши данные, и он, говорит, просто смотрит, говорит, ну, документы по доверенности, неоригинал, ключ неоригинальный. Он говорит, дай выйду, посмотрю. И он вышел, говорит, откройте капот, сфотографировал ВИН, ну, и все, он как бы увидел, там машина числится в Интерполе. То есть, представляете себе, да, жулик, либо человек, который приобрел эту машину за копейки, понимая, что с ней очевидно что-то нечисто, поехал ставить машину на учет. Делается это, естественно, не самостоятельно, а через определенную контору, которая занимается постановками. Ну и что? Машину изъяли. Далее, когда законный владелец, русский человек, наш с вами соотечественник, приехал забирать автомобиль, начали происходить, ну, поистине удивительные вещи. Ну, естественно, как бы, получается, полтора года я не видел свой автомобиль, смотрю, там диски покрашены, затонированы, там, ну, смотрю, как бы, да, уже как бы и не мой автомобиль. Ну, естественно, начинаю, там, смотреть, да, там, какие-то царапины и так далее. Открываю бардачок в салоне автомобиля, нахожу 4 заказ-наряда, ну, что автомобиль обслуживается. Начинаю, ну, смотри, смотрю, что обслуживался этот автомобиль в Барселоне, где я, собственно, обслуживался 9 лет, там, там, Cars Gallery фирма называется. Машина на протяжении вот этих полутора лет обслуживалась, 4 раза заезжала в тот дилерский центр, в котором ранее обслуживался он. То есть, получается, угонщик, либо его доверенное лицо приезжал в дилерский центр, в котором знали эту семью, в котором обслуживали эту машину. И никто, несмотря на то, что ранее им в письменном виде сообщалось о том, что машина угнана, никто не сообщил владельцу о том, что сюда приезжает такой автомобиль. Что это? Раздолбайство? Жульничество? Мошенничество? Судя по тому, что происходит, действительно обычное раздолбайство. Ребята, и через несколько секунд я зайду в помещение, где меня ждет больше сотни человек. Спасибо вам огромное, Ульяновск, за то, что приехали. На встречу с подписчиками. Спасибо вам еще раз за то, что вы пришли. Мы с вами сейчас находимся в шинном центре «Колеса Дара». Если вы еще не знаете, это шинные центры по всей России. Это самая крупная сеть магазинов порядка двухсот штук. И вот этот магазин, вы видите на стенах надпись «Бридж-Соу». Он открыт совместно с шинами «Бридж-Соу». Спасибо «Колеса Даром» за то, что позвали. Это действительно, как вы видите, огромные шинные центры. Это лидер рынка. Не только шины есть в этих магазинах, но и аккумуляторы, аксессуары и так далее. Ааа, ребята! Это круто! Вот это круто, ребята! Вот так вот! Вы понимаете, сколько вас? Не только в одном Ульяновске, а сколько вас всего. Целую, обнимаю и пока не пока. Я не знаю, как она передвигалась. Но она, потому что как минимум она уже доехала до дилера. А номера те же? Да, номера все те же. А пробег сильно увеличился? На 6 тысяч километров. То есть за 27 тысяч было, когда ее угнали. И 34, по-моему, когда дальше. Ну, после чего, ну, как бы здесь история не заканчивается. Здесь очень интересный дальше факт. Также писал в Бентли, получил официальный ответ в европейском Бентли. Ну, сослались на то, что какая-то конкретная сотрудница с именем Эмма не довела до сведения всех, всех вообще, не ввела ни в какие базы, то, что автомобиль угнали. Встречаюсь я с владельцем непосредственно от Cars Gallery, там несколько автосалонов у него, включая Бентли. И с директором непосредственно у Бентли. Завод как бы не внес ВИН-код в черный список и не оповестил всех дилеров. То есть завод дальше не отправил нам информацию. Поэтому мы не знали, что может быть вы продали этот автомобиль. Тем более автомобиль приехал по доверенности. Ну, как бы мы не эксперты, чтобы смотреть оригиналы за доверенностью или нет. Сейчас ситуация такая. Владелец достроен достаточно жестко. Он хотел бы довести эту историю до конца. Потому что основной вопрос, который сейчас есть у меня, ну, несколько вопросов. Первый, это как Бентли такое допустили. То есть машину могли вернуть человеку практически сразу, без всяких повреждений, без всяких проблем. И она дальше могла бы эксплуатироваться бы им. Но этого не произошло. Другой вопрос. Как этот автомобиль ездил по Европе? Как он наездил 6 тысяч километров пробега? Не мог же он ездить по двору бесконечно? Он попадал под какие-то камеры. Его таможили. Он попадал, наверное, в поле зрения полицейских. Как такое произошло? Как это возможно? Мне просто непонятно. Я больше скажу, я приехал, когда я уже получил всю машину, все-все хорошо. Слушайте, ребята, вот полиция, да, так и так, мы нашли 4 заказа снаряда. Возможно, преступник, как бы, вот, в Cars Gallery. Вы хотите, что вы кого обвиняете фирму? Мы фирму не можем обвинять. Они мне говорят, что мы не можем от вас принять заявление, потому что вот вы называете фирму, вот вы покажите конкретное лицо и покажите, вот, конкретно, где он совершил преступление. Получается, что они даже работать, что ли, как это правильно сказать, не хотят. Не хотят пустить это расследование. Ну, все, как бы, ну, вы нашли машину, да, она у вас рабочая. Мы говорим, нет, не рабочая, крыша там сломана, вот, там, 20 тысяч евро за крышу. Ну, говорит, ну, пишите, как бы, новое заявление по факту старого. То есть мы будем искать тогда, кто вашу крышу сломал. Ну, как бы, испанский менталитет, он немножко... И одно из самых прикольных в этой истории, это, конечно, ответ Бентли на всю произошедшую ситуацию. После того, как они узнали и признали, и прислали официальное письмо о том, что это ошибка их сотрудника, они написали, что, ну, ни на какую компенсацию вы не имеете права, мы ее вам, конечно, не дадим. Хоть, я не знаю, у человека явно нет проблем с деньгами. Ну, какой-то, не знаю, какой-то просто знак уважения, может быть, Бентли, вы могли бы оказать. Коврики, что ли, подарить, я не знаю. Прислать какой-то именной сувенир, что ли, я не знаю. Но как-то после такого косяка как-то нужно было реагировать, на мой взгляд. По крайней мере, в моей малюсенькой конторе, когда происходят подобные вещи, какие-то ошибки моих сотрудников, мы вылизываем, извините, зад клиенту по полной программе. Почему такой концерн, как Бентли, не делает этого? Ну, то есть, попросили извинения, в компенсации также было отказано, говоришь, вам отказано в компенсации. Также они написали, что Бентли, Модерс, Люмик, рад, что вы воссоединились со своим автомобилем, ну, и будете дальше продолжать пользоваться. Ну, в свою очередь, мы будем усовершенствовать свой сервис. Ну, я, конечно, был в шоке, поскольку, как бы, учитывая, что на тот момент по прайсу машина стоила в 2009 году 340 тысяч евро, и, ну, все-таки, ну, понятно, Бентли, марка, ну, я думаю, что тут покупаешь-то не только машину, но еще должен, ну, как бы, сервисы, да, покупаешь? Сервисы и отношения. Отношения. Ну, как минимум, хотя бы, если не отношения, а сервис, да, то есть, ну, признать ошибку свою и, то есть, в ответ ничего не предложить, то есть, это даже не официальный делик тысячи, да, а непосредственно завод, непосредственно я, ну, как клиент, потребитель, да, завода, и как вот завод относится к своим клиентам, ну, конечно, это выпьющие отношения. И, ну, многие люди, да, считают, что вот, купишь дорогую машину, за тобой будут там бегать и так далее, ну, как видите, вот, причем не будут. И, причем, тут даже Европа, Испания, пожалуйста, ну, как бы, далеко не бедная страна. А Англия, ну, как-никак, ну, вот. И последний вопрос. Я просто не понимаю, почему такое спокойное отношение у госорганов там, в Европе, к тому, что автомобиль, ведь, какое-то физлицо перед тем, как его изъяли, привозило к дилеру на обслуживание, кто-то ставил подписи, также кто-то же заказал, кто-то таможил эту машину, кто-то также заказал у конторы, у какой-то постановку на учет, соответственно, там тоже был какой-то контрагент. Это все, это преступники, либо это те, кто работают с преступниками. В 2006 году состоятельный москвич купил в автосалоне новый Lamborghini Gallardo. Машина прекрасная, очень радовала владельца. Владелец заботился о ней, любил ее. Ведь Lamborghini, это же не просто автомобиль, это же по-настоящему легенда. И у этой легенды сейчас вы видите, что вкручен буксировочный крюк. И не просто так, скажу я вам. Все ТО обязательно проходили у официального дилера. Причем проходили ТО не по пробегу, а по сроку. Потому что, как вы понимаете, такая машина очень редко одна в семье. И эта машина была третьей. Поэтому ТО получалось где-то в среднем раз в год, немного чаще. Когда машине было чуть более чем 10 лет, то есть в 2017 году, пробег у автомобиля составлял 26 тысяч километров. И к этому моменту владелец был полностью доволен машиной. Все, что он делал, это обслуживал ее и ездил. Ездил немного. И ехал он как-то по центру Москвы. И вдруг раздался какой-то неприятный звук. Хлопок из-под капота. Машина встала. Владелец выходит из автомобиля и понимает, что сзади, сколько он видит, столько за ним масляный след. И разбросаны прямо по асфальту куски мотора этой ламбаркинии. Он звонит, говорит, что-то мотор встал, приедите, пожалуйста. Я приезжаю, даю другую машину. Под эту заглядываю, блядь, вот такая дыра в моторе. Пригоняем ее на сервис, они ее поднимают. Шатун соскочил и пробивает блок. Все, мотору конец. Я представляю, что сейчас ваши руки уже поднялись написать, что что же он делал вообще с этим автомобилем? Как же он насиловал его все 26 тысяч километров пробега? Что произошла такая неприятнейшая ситуация? Ребята, этот автомобиль рассчитан на то, чтобы на нем ездить весьма зажигательно. Но самое интересное, что владелец этого автомобиля весьма зажигательно ездил на нем не так уж и часто. В основном человек молодой, он перемещался по Москве, улыбаясь девушкам. А девушки, видя эту машину, очень улыбались ему. И более того, одной из этих девушек была я, потому что несколько лет назад этот автомобиль снимался. Причем не такой же, а именно этот снимался на канале Лесорули. Естественно, к этому моменту автомобиль был уже не на гарантии. Но, тем не менее, решили все же обратиться к официальному дилеру, чтобы узнать, ну как же так? Такой именитый производитель, как Ламборгини, наверное, должен каким-то образом гарантировать жизнеспособность своих моторов. Да, пусть на протяжении 10 лет, но всего-то каких-то 26 тысяч километров пробега. Но в ответ услышали лишь ценник. 4,5 миллиона рублей будет стоить новый мотор с заменой. Далее были долгие переписки с заводом Ламборгини, но с барского плеча все, что получили, это 25% скидки на мотор и 20% на работы по установке. Как вы понимаете, дешевле все то же самое можно получить, просто не делая у официального дилера. То есть купить мотор где-то и установить на этот автомобиль у знатоков, которые просто не обладают статусом официалов. А далее произошло просто эпическое идиотство. Автомобиль стоял вроде как на охраняемой закрытой парковке. Но любая закрытая парковка при определенных умениях открывается. И пока машина ждала ремонта и шло все это разбирательство, машину тупо разукомплектовали. То есть простым русским языком пиндели половину салона. Пытались отковырять руль, отковыряли эмблему, отковыряли эмблему на капоте. Кто за это будет отвечать? Ну традиционно никто. Написали заявление в полицию. И вы если посмотрите, то увидите какие-то грязные разводы на капоте, на том месте, где когда-то была эмблема. Это следственные действия. Их результат попытки снятия отпечатков для того, чтобы найти хулиганов. А еще забавный штрих в этой истории. Пока у человека была Ламборгини Гоярда, он купил себе новую модель Уракан. Поэтому, как мне кажется, может быть, Ламборгини могли бы немножко пересмотреть свое отношение к Адепту Марки. А еще, дорогие мои зрители, чтобы повеселить вас, я решила, я человек, который знает только английский и немецкий языки, помимо русского, я решила, что я, пожалуй, зачитаю вам письмо на итальянском языке. Это обращение к Ламборгини. Ну, чтобы они обратили внимание на нашу ситуацию. Итак, Короче, кто знает итальянский язык, мне вот это написали, я сейчас что сказала? И чтобы ни у кого не было сомнений о том, что машина действительно обслуживалась, покупалась у официального дилера, вот ее официальная сервисная книжка. Вот в ней проставлены все ТО. Первая в 2006 году. Даже в 2006 он заезжал два раза, видимо, со страху только Ламборгини купил первую. Вот следующее ТО в 2007 году, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Все года, ребят, 13-й, 14-й, ну вот в 14-м два раза заезжал, 15-й, два раза и в 15-м, 16-й, 17-й. Хотя мог бы заезжать даже один раз в году. Но, видимо, почаще я решил масло менять. Короче, в 2017 году было сделано последнее ТО на пробеге в 26 тысяч километров. Новый Jaguar F-Pace очень радовал своего владельца. Действительно, отчего бы не радоваться. Новая машина в прекрасной комплектации, престижная, комфортная, прелесть, да и только докупленного в кредит. Но владелец рассчитал свои возможности и спокойно платил ежемесячные взносы. В 2017 году сбил собаку, ну жалко, псинку, но всякое бывает. Отремонтировал машину по каске, и человек даже не мог себе представить, какие трагические события ждут его впереди. В середине 2018-го был наезд на пешехода с серьезными последствиями. А в августе люди поехали на рыбалку, оставили машину на пригорке. И совершенно непонятно, каким образом она скатилась вниз и полностью утонула в озере. Страховая отказалась платить, потому что этот риск не оговаривается в полисе. Далее человек просто не понимал, что ему делать с этим автомобилем. Потому что, ну потому что в принципе это тотальное уничтожение. Сделать что-либо с автомобилем, который утонул полностью, очень тяжело. Потому что машина полна электроники, и сейчас нужно будет разбираться, что, где и как пострадало. И какие будут бюджеты на то, чтобы сделать этот автомобиль абсолютно исправным, пока совершенно непонятно. Ситуацию осложняет и то, что некоторое время автомобиль хранился на специализированной парковке, и там был разукомплектован, и сейчас не могут найти ответственного. В итоге человек выручил за эту машину буквально какие-то копейки, но при этом еще остался с кредитом. И это, пожалуй, самое нелепое из наших сегодняшних историй. И лишь намекну вам, что на лесе рулят, вы видите эту машину не в последний раз.